Рассказывай. Значит, вот ты начал ходить на Хакатон. Как ты вообще попал в Хакатон? Случайно, я сижу, думаю, надо сходить на Хакатон. Вбил в Google Хакатон и случайно ткнулся в итоге на Хакатон по открытым данным от правительства Москвы. Суть у Хакатонов в том, чтобы написать что-либо, что работает с данными, которые открыты, которые предоставляет государство. Я туда сходил, сначала походил и походил, потом нашел людей в итоге. Там пару человек, у которых есть свои идеи, у которых даже было свое iOS-приложение. Это приложение ECO-мониторинг. Они занимаются тем, что у них, в общем, есть клиент мобильный под iOS, который отображает на карте места замеров загрязнителей различных. Государство дает вот эти данные, приложение их отображает. Ну, грубо говоря. Им нужно было то же самое сделать под Android. В итоге они нашли меня. На Хакатоне. И вы на Хакатоне знаходили приложение под Android. Да, я накидал это приложение. Так вышло, что там были товарищи из Yota Devices, и у них была своя собственная, скажем так, как это называется, не рубрика. И можно было у них выиграть, короче говоря, Yota Phone, если написать под Yota Phone лучшее приложение, использующее второй экран. Ну, и я написал в том числе и так, чтобы на второй экран там вводилась нотификация, использовался виджет второго экрана в этом приложении. То есть там можно в приложении нажать на кнопочку, информация с переднего экрана пойдет на задний. Я потом смогу скинуть просто именно по этому поводу информацию. Это ты на Хакатоне научился кодить под Android? Я на Хакатоне научился кодить под Android и кодить под Yota Phone. Дальше больше. Дальше, во-первых, пошли две ветки. Во-первых, я спросил у ребят из Yota Devices, мол, ребята, не нужен ли вам стажер? Они сказали, что нужен. В итоге я сейчас там стажером уже в полмесяца работаю там. Параллельно ввожусь как раз в приложение по декомонитору, как проект уже как коммерческий. Такое. Ну вот, ну в общем, вот короче, дело. Хакатоны рулят. Дальше еще интереснее. Дальше у следующих хакатон был культурный код, называющийся. Туда я тоже сходил. Вот. И в общем, там тоже взяли призы с приложением, которое как бы... Ну как бы я, потому что это в итоге не заработало идеально. Приходишь ты в кинотеатр, смотришь ты фильм, но русский язык тебе, в общем, не очень нравится, ты хочешь смотреть его в оригинале. Ты берешь наше приложение, наводишь его там на, значит, QR-код перед входом, нажимаешь кнопочку, и, собственно, приложение тебе закачивает оригинальную аудиодорожку. И ты заходишь, смотришь фильм и слушаешь эту аудиодорожку. В общем, вот такое приложение написали, правда, тоже... Ну, тут не только приложение, мы там уже были втроем, там еще два парня. А первый раз ты был один? И фротенд, и, собственно, еще раз. Первый раз ты был один? Первый раз писал я один, как разработчик. Остальные там только так, советовали что писать. Они делали презентацию, ценой они владели как бы сервером, который как бы отдавал данные. То есть там вышло так, что открытые данные не так уж были открыты, и к серверу парсил, короче, HTML-страницу, которая выдавала информацию по загрязнителям. Вот. Ну и, собственно, до сих пор сейчас это и делает. Правда, тоже несколько кривовато. С достаточно избыточным, уродливым джейсончиком. Но это уж подробности. В общем, короче, как-то так. Писал код я один. Единственное, у нас был дизайнер, как раз тоже из Yota Devices, как потом выяснилось, который, по крайней мере, мне дизайн нарисанул. Он был как участник. Но он не козил ничего. Понятно. А во второй раз у нас уже было побольше. И за сколько вы там часов запилили приложение, не зная Android? Ну как не зная Android? Я знал его немного. Ну как, на каком-то уровне. Я же до этого как раз говорил, что немного поговорю Android, может быть, даже что-нибудь по этому поводу почитал. То есть, азы у меня, по крайней мере, были. То есть, нельзя сказать, что я с нуля пришел. Но он написал его где-то, сколько там было? Часов за 12, наверное. Или даже 14, я точно не помню. Потому что я не как труха-катонщик, пошел домой, поспал и вернулся с утра. Ну, на первом катоне. Ну, это если хакатон недалеко. Вместо того, чтобы потратить эти часы на, собственно, разработку. Блин, ты же, если походить на хакатоны, жизнь не проходит вообще. Вот товарищ, как раз дизайнер Зиота Девайса, заказался диким любителем хакатонов. Еще он мне, на самом деле, рассказал по поводу хакатонов такую штуку страшную, что, на самом деле, в основе своем это достаточно унылая вещь, в которую можно просто приходить и брать прессы. Вот. Кроме нескольких хакатонов, которые там действительно жесткий отбор, жесткая конкуренция, это там по пальцам руки пересчитать. Потому что, если честно, в первом хакатоне я выиграл Йотафон только потому, что мое приложение вообще работало. Вот. Из трех человек претендентов на Йотафон, один человек вообще ничего не сделал под Йотафон, а вторая команда из Высшколы экономики, толпа студентов, не смогла его завести в свое, в общем, по земле. То есть, в общем, как-то так. Нет, но хакатон, это же, в общем-то, еще и командная разработка, то есть, умение организоваться, собраться за короткий срок. Да, поэтому иногда лучше быть либо со своей командой. Потому что больше идет, судя по тому, что я наблюдал, больше идет как раз проблема из-за того, что народ друг с другом подружиться не может. Ну, вот, что, да, я тоже слышал, что ну, серьезные ребята на хакатон ходят, как бы уже, либо они там знают кого-то, с кем они пойдут на хакатон, и с ним они уже на хакатон ходили, либо просто со своими какими-то ребятами, типа, пойдем вместе в нашей команде программистов на хакатоны. Не, ну, это самое, я вот сходил дважды, сам без идей, в общем, с достаточно печальными навыками, как-то дважды удачно, поэтому, в общем, еще и работка подкинулась, еще и, это сам, как бы, стажировка. То есть, ну, вообще, такой гир, что прям обсыпаться. То есть, в принципе, в общем, не обязательно, просто многие тоже считают, типа, ну, я пытался пригласить того же Сапожникова, еще кого-то пригласить, на хакатоны различные, и на меня закосились, говорю, не, чувак, ты что, надо же быть крутым, это же хакатон. Не, ну, в смысле, ты можешь прийти, в общем, на самом деле, это, к сожалению, или к счастью, не так. Вернее, не всегда. Не пошло, не понравилось, ну, не нашел команды, не нашел себе места, но взял, ушел, что-то, ну, вот такая шпит. Ну, вообще, да. Более того, иногда, вот, был недавно, к сожалению, правда, не попал, но регистрировался на хакатон, Intel, по интернету вещей. Они там, ну, там, правда, был жесткий хакатон, вот, кстати, жаль, что пропустил, а там надо было под Эдисон запрограммировать какой-то свой проект. У них обязаловка была, чтобы твой проект работал и не было прототипов. То есть у них были уже достаточно серьезные требования, там уже была какая-то конкуренция, потому что... Ну, это не хакатон, если не был прототипом. Нет, это хакатон был. Хакатон не делает прототип. Они о нем говорили, вот, чтобы народ успел приготовиться, и там идею придумать, и давали информацию по Эдисону, чтобы ночью спрограммировать, но при этом все равно программируют, пожалуйста, за эти два дня. Вот. И все равно достаточно мало людей вообще хоть что-то сделали. Но при этом на хакатон сходил, ничего не выиграл, зато халявный Эдисон. В общем, тоже неплохо. Бывает и так. Вот. Ну, не знаю, они позиционировали себя как хакатон. Нет, ну, это как бы так, вопрос терминологии в конечном счете. Ну, возможно. Ну, суть в том, что все равно там двое суток подряд не спишь, халявно жрешь и ходишь. То есть, ну, в каком смысле все-таки это больше хакатон? Ну, понятно. Вот. А вообще их проводится немало, как оказалось, достаточно часто, явления. Вот. И по тем же открытым данным до сих пор сейчас вот соревнования проектов, то есть те, кто выиграли на хакатонах, в том числе и наш проект, участвуют в конкурсе. Уже, ну, конкурс уровней повыше, конкурс проектов, соответственно. вот, мы, надеюсь, тоже можем что-нибудь издеть. Прикольно, прикольно. Ну, в общем, да. Ну, в общем, если вернусь в Рашку, надо будет попробовать что-нибудь такое поучаствовать, особенно если это... Ну, что, вы думаете, в Финляндии нет у хакатонов? Нет, в Финляндии, может быть, где-нибудь там на юге-то и есть. Тут очень вряд ли. Ну, только если внутри универа. Ну, я что-то не слышал об этом. Ну, у вас, наверное, да. У нас тут деревня, у нас тут аул. Зато тут выяснилось, что в Волу, оказывается, не знаю, как сейчас, но, по крайней мере, был офис Yota Devices. Не знаю, зачем мы, правда, там, но... Офис Yota Devices? Да. Странно. Нет, ну, тут вообще как бы IT-компании есть какие-то. Он даже офис Nokia тут был, тут есть еще всякие эти indoor-atlas, потому что некоторые IT-компании здесь отпочковываются от универа. Тут такое бывает, что тут в универе они что-то там такое застартапили, и у них поперло, и они потом типа образуются в отдельную компанию. Тут вот практически как во всех этих силиконовых долинах. Здесь реально, то есть это реально нормальная практика, когда у вас из универа, из каких-то этих универских, как у нас это называют инкубаторами, здесь такого-то, наверное, нет, но вот потом получается какие-то такие IT, и много и не IT, совсем, проектов, что вот они придумали какую-то там учтительную систему, взяли, внедрили ее типа в городскую там какую-нибудь канализацию, или там придумали еще какие-нибудь средства измерения, направления ветра, взяли, внедрили тут вот прям вот, не отходя от универа. Вот, так что тут у них происходит. А, ну вот к нам пришла Игорь Шетнева, так что можем теперь немножко болтать про серулеты, дабы, так сказать, закончить эту тему и перейти уже в более сложный вопрос. Так, ну что, про серулеты. Так, ну, собственно, вот у нас был Undertow, да, я тут когда-то давно-давно говорил, что есть Undertow, есть у него там друзья, там, Кат, Джейти, есть у них еще старшие братья, друзья, эти Wildfly, GlassFish, IBM WebSphere и так далее, и так далее, но вот, если говорить на низком уровне, то все они примерно делают вот эту простую такую задачу. Да, у них есть какой-то URL и какой-то обработчик этого URL. В случае Undertow это вот этот самый хендер. Но есть и более такое стандартизованное IP, которое, собственно, стандартизует эти класс хендеров так, чтобы он работал со всеми, всеми вот этими разными серверами приложений. Собственно, этот класс называется Servlet, и от API собственно называется Servlet API. Значит, чем оно хорошо? Оно хорошо тем, что оно стандартизованно работает под другими серверами. В отличие от HTTP, Hender и Undertow, сервлеты несколько более высоковровневые и скоробочные, они там сами по себе умеют всякое блокирование, всякие сессии, всякие куки, вам не нужно для этого городить там огород из этих HTTP хендеров. Ну вот собственно тут простейший пример этого сервлета. У нас есть метод DoGet, который вырабатывает запросы Get, метод DoPost, который вырабатывает запросы пост. Ну собственно вместо этого HTTP Exchange используется стандартный класс HTTP сервлета request и HTTP сервлета response. Из request вы копируете параметры и в response их пишете. Вот. Значит, в принципе, ведь тот же самый NetBeans очень неплохо умеет создавать так называемые стандартные джавовские веб-проекты, так что если возьмете там нажмете New Project и либо Java Web сделаете, либо Mavin Web Appletation в принципе в общем-то без разницы. Что вам больше нравится? Mavin или без Mavin Ну лучше с Mavin Ну я тоже считаю, что лучше с Mavin Потому что потом все равно подцеплять тоже Spring и вообще как-то удобнее когда оно все Ну да, с Mavin в общем-то удобнее. Это я согласен. То есть поначалу с Mavin тяжело, а потом с Mavin очень хорошо. Mavin Project Web Нет Web Ну поехали. Вот И вот кстати NeedBins при создании вот этого веб-проекта сразу предлагает нам выбрать сервер-приложений. Если вы ставили NeedBins этот Enterprise Edition то у вас там вместе с ним поставили сервер-приложений. В частности он там поставляет GlassFish и Tomcat Вот как раз этот товарищ из того верхнего списка. Значит он с самого начала уже спрашивает вас на каком сервер-приложении вы будете это деплоить. Но я вот почитаю там Cut как более простую штуку. Тут еще можно выбрать версию этих API которую будете использовать. Ну вот собственно берете делаете такую штуку и создаете проект. Да Мавин там что-то подумает 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 ну и вот он нам создал проектик. Значит этот проект отличается от обычных джаверских приложений тем что он предназначен не для запуска типа из виртуальной непосредственно из виртуальной машины а он предназначен для запуска на вот этом самом сервере приложений. То есть по сути делает архивчик в котором хранится набор вот этих классов серверов. Вот можно здесь создать класс серверов. Ну пускай будет new сервер. Пускай будет information. Окей. Собственно примерно класс серверов, который пишет Hello World. Вот вы собственно в этом своем предложении в своем этом проекте создаете много много этих классов серверов. Ну кроме класса серверов можете конечно создавать и простые джав классы если вам что-то от них нужно то есть проблем в этом нет. И дальше вот они у вас здесь лежат. Потом у вот этого стандартного джавовского web.py есть специальный файлик под названием web.xml в котором собственно прописано какие сервлеты на какие урлы отвечают. Ну тут можно даже у нетбинса это вроде как посмотреть в более менее таком красивом структурированном виде. Вот здесь написано что вот этот сервлет зовут его сервлет класс его такой и он будет отвечать на все запросы по сервлет если вы сделаете какой-нибудь сервлет ну сервлет 2 пускай будет вы получите еще сервлет ну собственно все они тут прописаны значит пот вы получили потом делаете ну делайте например build делайте build сделайте build да вот можно секунд вопрос сервлет сервлеты в мавине никак не прописываются но при build учитывает сервлеты да то есть в build в мавине вы пишете здесь packaging var вот если мы писали вот в undertones мы писали packaging если вы помните нет то есть мы писали packaging jar то здесь мы пишем packaging var и собственно вот у меня вот если для вот этого примера пересоздать да 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 вот собственно вот он создал этот самый var файл то есть да это было сказано мавину и создал его на мавин и вот собственно зависит и вот от того что здесь указано собственно зависит что он создаст но разница между jar и var исключительно в том ну там немножко внутренняя структура отличается правда не так чтобы сильно все равно это по сути дела zip архивчик в котором лежат скомпилированные jar классы и то и другое вот но суть в том что в jar файле у вас прописан main класс который вы будете запускать а в var файле у вас прописаны какие собственно сервулеты в этом классе в этом var файле есть и соответственно на какие урлы они будут отвечать вот вот вы собрали этот var файл и дальше его вы должны засунуть на сервер приложений чтобы он сделал не в binz любезно это умеет делать из коробки то есть то что вы там помните в меню выбирали серверы вот собственно они тут в меню сервисы есть они уже установлены здесь и если мы сделаем если мы сделаем типа run то он запустит для нас этот сервер что-то пошло не так а или даже ну что-то пошло не так но видимо ему это не помешало запустить вот собственно вот он автоматически задеплоил этот var у себя и вот тут мы его видим значит если у нас там был new сервер то вот мы видим вот этот самый new сервер как вот он здесь есть да если вы помните код который здесь выводился ну то видимо это похоже на на этот код ну вроде как похоже ну пока не должно быть значит new сервлет 1 сервлет 2 она выведет другой сервлет 3 ничего не выведет потому что такого сервлета у нас нет но по сути дела этот сервлет это те же самые хендлеры но только вот таким вот хитром способом запакованные и соответственно таким способом деплоивающийся на сервер соответственно сервер работает постоянно вы изменяете здесь какой-то код хитром ну например в сервер там напишем здесь что-нибудь ну не знаю 11111 сохранили вот он у нас там автоматически уникбинс такой кулевый он автоматически все это передеплоил ну и вот соответственно мы видим изменения этой нашей странички но в общем довольно удобно видите сервер мы не перезапускали он даже и не перезапускался просто на него передеплоилось это приложение то есть по сути дела сервер выступает чем-то вроде как аналогом джав машины которая постоянно крутится и вы в него просто там добавляете какие-то новые классы и так далее и так далее значит вот это сервер запускал нетбинс вот он на вкладочке сервисы они есть вот у меня тут собственно есть список всех приложений которые я на него деплоил их тут в принципе раздеплоить запустить остановить на глазфиш я вроде ничего не деплоил в принципе если вы запустите аналогичный этот сервер ну вот например у меня на этом моем сайте withslabs да вот этот который 88 запущен сервер wildfly и если вы имеете к нему доступ ну или там то вы можете задеплоить это положение на него на диас наше положение таргет да название конечно у него прекрасно вот он подеплоит вы можете еще раз показать где в конфигах указывали все все вебинфу и веб-ксмл ничего не но сейчас расскажу про это сейчас я запущу собственно на этом сервер задеплоился и теперь если мы зайдем на 8080 и запустим этот урал ну то вот мы увидим наше наше положение доступное он по общедоступному уру задеплоен на обычном сервере в принципе удобно один раз запаковали деплоите на любых серверах которые вам хочется вот значит да я тут сказал что это веб-ксмл вот он тут в принципе есть но начиная там с какой-то версии этих сервлетов они вдохновились всеобщей ненавистью к xml поскольку xml одна из самых ненавидимых технологий в программировании и они сделали возможность создавать сервлеты без прописывания веб-ксмл вы можете создать new сервлет напускай это будет у нас уже сервлет 3 вот если вы здесь галочку не поставите то вам вместо того чтобы прописать этот сервлет веб-ксмл видите его здесь нету он пропишет здесь аннотации аннотация веб-сервер и урл за который он будет реагировать ну и собственно суть только в том что теперь вашему веб-серверу на котором вы будете разворачивать эти веб-приложения придется вместо того чтобы прочитать веб-ксмл ему придется пробежаться по класс пэс этого вашего ну так суть просто пробежаться по вашему варнику и найти все классы у которых есть аннотация веб-сервер и собственно просто задеплоить их под соответствующими уровня ну и все но зато очень-то удобно у самого вот в общем стандартный IP я думаю что вы с ним поразбираетесь да тут у любого реквеста есть всякие там параметры cookies отсюда же можно получать параметры можно получать причем обратите внимание параметры здесь получаются довольно просто здесь нет никаких этих очередей пишите параметры получаете параметры в виде строки ну в общем в каком-то смысле он удобнее чем хендер но с другой стороны возможности у него несколько меньше вот у него же можно получить сессию да где-то там у него было да он где-то сессия в сессию писать что-нибудь если вам там проблемы с кутей вот можете использовать сессию и про кутей даже вообще не думать кутей он там будет обрабатывать где-то сам у себя то есть только несколько больше склонного IP вот а в сессию вы можете писать и если там не прошло 30 минут и сессия не удалилась то можете получать какие-то значения которые характерны только до конкретного пользователя вот еще тут вы можете заметить мы использовали блокирующий вот вывод без каких-либо там плясок с бубнами вот все сервлеты это из коробки умеют ну не так чтобы прям уж очень много но в общем как-то так понятная идея сервлеты да а если я использую шаблонизатор то тут же вот тут я могу сервлете его его пользуются а? чего? точно так же как мы там делали но только вот здесь прям в нем ну да то есть вы можете здесь учить какой-то шаблонизатор а вообще да то есть вы можете здесь создать какой-то шаблонизатор как поле вашего сервлета потом обратиться к этому шаблонизатору как мы делали с фреймвартером собственно сказать шаблонизатор отрендеря мне страничку и отправить ее вот этому самому printwriter ну да все то же самое единственный вопрос конечно как этот шаблонизатор сюда передать в этот сервлет Тут, в принципе, целая история. Вот здесь доусы сервлета заканчиваются, начинается трэш и хардкор, но я про него вам сегодня рассказывать не буду, я скорее вам расскажу это, когда будем говорить про Spring. Потому что, как вы понимаете, можно здесь создавать new ваш шаблонизатор, но, как вы понимаете, есть риск, что каждому сервлету по шаблонизатору не жирно ли им будет. И вот как сделать так, чтобы все сервлеты использовали один шаблонизатор, вот это уже интересный вопрос. Значит, в принципе, есть еще такая замечательная штука, как GSP. Ну, не знаю, насколько она замечательная, но... О, GSP. Это такой синтактический сахар над сервлетами. Типа вы пишете HTML-страничку, но, если очень захочется, можете здесь писать java-код, как, собственно, писали PHP-код. Да, вот пишите вот эти писания. Эх, где они тут вообще? И тут можете писать какой-нибудь java-код. А здесь написать hello world, если хотите вывести что-нибудь... Я бы еще все понял, как пишется, был бы совсем хорошо. Не, не так или так. Вот. Создали здесь все какой-то код, а таким образом можете, типа, вставлять переменные внутри этой самой странички. Потом, если... Кто у нас там был? Не, GSP. Потом, если обратите к этой страничке. О! Вот как так это работает. Ну, на самом деле, GSP это такой синтактический сахар над сервлетами. Ваш этот сервер в процессе обработки из этого самого GSP-странички сгенерирует сервлет. Это вот все класс сервлет. Ну, сгенерированный, разумеется. Который будет писать вот тот код, который вы здесь написали. Но, в общем-то, удобно. То есть, вот, в общем-то, GSP вы можете писать на Java, как на PHP. Если очень захочется. Ну, вот как-то так. Вот. Значит, это вот про сервлеты стандартной API. Ну, можете почитать там где-нибудь. Ну, вот так это работает. Значит, теперь, причем здесь, собственно, Undertow. Undertow здесь при том, что Undertow, в общем-то, тоже умеет сервлеты, если очень попросить. Нет, у меня там это было внизу. Да. Значит, суть в том, что API вот этих самых сервлета в целом похоже на API этих самых HTTP-хендлеров, и поэтому Undertow может их там себе как-то, так как их адаптировать. Если вы подключите специальный модуль Undertow-сервлет, куда мы его можем подключить, куда надо его подключить. Ну, пускай будет вот сюда. Блин, может это надо было заслевить. Вот если вы подключите, в общем-то, штуку, то Undertow тоже сможет уметь сервлеты в некотором роде. Значит, Undertow не умеет читать варфайлы. Ну, точнее, как бы, вы, конечно, сами можете прочитать варфайлы, вы сами можете там распарсить XML. Ну, XML читать умеет, но функции, типа, прочитай варфайл и задеплойт этот сервлет у Undertow нет. Типа, если вам нужны такие задачи, то используйте этот wildfly, который, собственно, настройка на Undertow. Вот. Ну, а вы можете ручками задеплоить некоторые сервлеты. И вот если мы создадим вот этот самый класс message-сервлет, который у меня здесь создавался. А если вы сюда дважды писали, ну, Undertow тоньча? В смысле, откуда дважды? Ну, в этот файл по-максимуму. А где это дважды написал Undertow? Вот здесь, это два разных Undertow. Один это Core, основной его сервер. Второй это возможность... Этого модуля вы для возможности работать с сервлетами? Да, 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 да. А, окей. Ну, на самом деле, если два раза написать, по-моему, ничего страшного нет. Мавин в состоянии... Ну, Мавин, как бы, удовлетворит ни одну зависимость, он не будет два раза включать джарник в зависимость. Мавин достаточно сообразительный, так что, как бы, не страшно. Ну, вот, допустим, сделаем на какой-нибудь классе сервлет. Вот, у нас тут появилась и API, HTTP-шная. Прочь радости. Ну, давай, чё тебе-то? Вот, теперь мы хотим, чтобы наш сервер, или, может быть, лучше, какой-нибудь другой сервер... Вот, и дальше есть некий ситрый код, который в состоянии заставить Undertow запускать сервлеты. Вот, собственно, наш вот этот самый deployment-info. Это такой специальный класс, в котором можно создать типа, как бы, эмуляцию варфайла, сказать, какие сервлеты в нём находятся, и, собственно, сказать, что вот есть сервлет, вот, собственно, у него есть тот самый message-сервлет-класс. Ну, и он реагирует вот на URL-ы, типа, все. Есть ещё вот такая вариация этого же класса, которая реагирует на URL-ы вот такие. Ну, в общем, записать. А, и класс loader загружает тупо эти классы? Да. Да. Можно так сказать? Нет, чтоб... значит, дальше имею этот app. Значит, вот этот deployment-info-app примерно соответствует тому, что представляет из себя загруженный варфайл на сервоприложении. Теперь, соответственно, вы можете взять специальную штуку-контейнер вот этих самых сервлетов встроенный в Undertow. И при помощи вот такого вот кода получить из него некую вот такую управляемую штуку. Ну, то есть, грубо говоря, вот здесь вы получили приложение, да, само. Известно, что у него есть такое имя. Оно соответствует такому виртуальному варфайлу, содержатся такие-таки сервлеты, которые отвечают на такие-таки запросы. Вот. Поскольку этим... И есть специальный контейнер, который будет управлять жизненным циклом этого собранного приложения. Вот, собственно, у Undertow есть контейнер по умолчанию, и вы говорите, что вот, да, мы в тебя деплоим вот такое-такое вот приложение. Ну, типа, да, деплой. Дальше мы традиционно создаем наш сервер, как мы, собственно, это уже делали. Ну, и теперь это должно у нас возможно заработать. Так, вспомнил еще, как я это делал. Undertow просто без теста. Вот-вот он запустился. И теперь, если мы перейдем в host, то вот мы увидим hello world. Вот он нас автоматически затянет на этот наш myApp и увидит нам этот hello world. Если мы теперь идем по world myServlet в рамках этого самого myApp, то он увидит нам myServlet. Понятная идея? Как запускать серверулеты на Undertow? А? Ну, из консоли вы подписывали команды, как вы запускаете? Ну, там есть команда наверху, мавиновская. Еще больше. О, MagnetExec. Типа запустить mainclass из вашего мавината через мавин. Вот, как-то так. Да, кстати, у вас тут не возник вопроса, что такое UnitParam? Пока не успел. Или вы не успеваете за руками? Да, за руками. Ну, вот, собственно, помните, когда мы там говорили про этот newServlet и воображаемые шаблонизаторы, у вас возникал вопрос, а как, собственно, передать в этот newServlet какие-то параметры с контекстом? Например, тот же шаблонизатор. Вот, собственно, initParam это и есть та самая штука. То есть, вы можете каждому сервлету давать некий initParam, это может быть строка, может быть объект, например, можете сам шаблонизатор что-то передать. А потом внутри сервлета перегрузить функцию init и взять этот initParam ну и сохранить его. В частности, здесь он сохранял вот это самое сообщение. Поэтому один сервлет нам выводил HelloWorld, а другой сервлет выводил MyServlet. Потому что эта штука была передана ему как параметр. Ну, вот как-то так это работает. Вот. Но к чему я это все вообще вел? К чему я вообще говорил про сервлеты? Можно было бы эту тему абсолютно обойти, потому что тот же Spring MVC хоть и построен на сервлетах, но их там практически не видно. Но вот в прошлый раз мы говорили про такую прекрасную штуку, как H2. И вот прикол в том, что у этой самой прекрасной базы H2 есть такая туза, как Management Console. То есть хорошо, когда вы базой данных можете управлять, когда вы можете там зайти на нее посмотреть, что происходит. И вот эта штука оформлена в виде сервлета. Соответственно, если вы хотите, то есть если вы хотите из вашего веб-приложения, да, вот такого, которое мы вот здесь сделали, да, вот это веб-приложение, где у нас там используется наша база данных. Если мы хотим иметь возможность просматривать эту базу данных, то мы можем воспользоваться встроенной тузой из вот этого самого H2, которая в виде сервлета является, вот этот самый H2 веб-сервлет-класс. И, собственно, чтобы ей воспользоваться, нам нужно заставить Undertow его задеплоить. Ну вот, можем сделать это вот примерно так. Давайте скриппастить этот код, но можем сюда скриппастить, без разницы. Давайте куда мы его запишем, давайте включить. Запишем. Класс лотов у нас тут остается один и тот же. Ну ладно, давайте сначала попробуем так. Значит, тут у нас есть один H2, вот у нас будет второй H2. А, собственно, даже можем тут удалить просто. Ну, короче, можем даже считать, что этот код у нас нет для простоты. Нет у нас такого пасхендера, у нас есть просто вот. вот. Значит, теперь мы попали, то есть мы в виде нашего сервлета задеплоили предложение, которое поставляется вместе с вот этим самым H2 базой данных. И, соответственно, да, вот что мы сделали. Мы взяли этот веб-сервлет и сказали, что по всем уровам он будет отвечать на на все запросы, которые будут проходить на наш сервер. И вот, собственно, мы ему прислали запрос и он нам на него ответил. Он у нас, правда, перенаправлен на какой-то login.gsp, в общем, там всё как-то хитро-сложно. Но суть в чём? Суть в том, что теперь мы можем при помощи этих самых встроенных скрестов подключиться к нашей базе данных. Помните, как у него там называлось? Наша база данных-то? А? Так, меня там кто-нибудь слышит вообще? Или все уже уснули? Слышит. Слушаем. Вот. Ну вот, собственно, берём драйвер такой. База звали так. ладин мой ладин. Пароль мой пароль. Теперь мы в него. Мы можем сначала протестить. Да, у него получилось. Теперь подсоединяемся. И вот теперь можем пробоваться на нашу данных. Вот такое, собственно, содержимое. Можно даже немножко что-то тут редактировать иногда. можем писать здесь да, можем писать здесь скроль запросы. Упражняться в них, выполнять их там по ходу. У него даже есть какой-то автокомплит. даже умеет подсказывать что-то там. Ну вот, что типа того. Но, видимо, у нас нету никаких сайд равным 1, поэтому у нас ничего не сработало. Ну вот, как-то так. Так что, если вам понравится, можете из него использовать. В принципе, вроде как этот, по помощи этой же консольки можно пытаться подключиться и к каким-нибудь другим базам данных. Вот там, к пользовесу, к MySQL, к SQLite, там, к Oracle. Ну, в общем, вот как-то так. Поэтому иногда, если что-то там является сервулетом, то можно вот так вот задеплоить. Вот, собственно. А если что-то не является сервулетом, я могу сделать обертку какой-нибудь сервулетную обертку, чтобы запустить это, собственно, как сервулет. Ну, да. Ну, то есть, смотря, конечно, что это там такое, и почему он не является сервулетом. Ну, какое-либо веб-приложение, которое не является сервулетом. Ну, да. 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 Даже вот этот есть Play Framework, такой знаменитый для Java, очень такой модный и современно навороченный. он вроде как использует, то есть, он вроде как не использует API сервулетов, но есть какие-то специальные адаптеры, которые позволяют делать из него сервулеты, делать из него варники. Ну, разумеется, это будет работать не так быстро и не так круто. Особенно, когда речь идёт о всяких этих асинтронных соединениях, там, веб-сокетах, этих лонг-пуллингах, когда у вас там HTTP соединения висит сколько угодно. Потому что, да, вот, как помните, хендлеры, они все из себя такие асинхронные. Да? Где они тут были? Они все из себя такие клёвые, асинхронные. Вот у вас есть Exchange, вы можете на него реагировать, хотите, не реагируете, вы там можете, помните, мы там постданные, хотели сразу получали, хотели и не сразу получали. У нас тут полный контроль над тем, как проходит соединение. Сервулеты вам никакого полного контроля не дают. сервулеты у вас просто есть DoDET DoPost и по умолчанию вы должны в рамках этого метода все ответить и отправить клиенту и после того, как этот метод завершился, у вас там все закончилось. Да, там в современных API есть возможность запустить StartAsync перевести сервулет в синхронный режим работы. Но все равно у вас там не будет таких широких возможностей для контроля надежды с присоединением, какое у вас есть в хенделлах. Поэтому в целом желание делать проводить какой-то API сервулетов мне не очень понятно, потому что, если люди не использовали сервулеты, значит, скорее всего, у них будут для этого причины и с сервулетами их положение будет работать плохо. Вот. Да, но, кстати говоря, еще вспоминая тему про баз данных, в Nubin тоже можно подключиться подобным способом. Тут, правда, по-моему, нужно еще зарегистрировать сначала этот драйвер для H2, но вы тоже можете аналогичным способом что-то не работает. короче, вы тоже можете получить и панель управления вашей базы данных, но, правда, не из вепа, а типа из Nubin что, в общем-то, тоже иногда довольно удобно. Но это удобно тем, что вы можете помнить я вам говорил про встроенные базы данных. Вот если ваше приложение имеет встроенную базу данных, то, как вы понимаете, подрубиться к нему можно только из вашего встроенного приложения. И, собственно, вот этот сервлет, поскольку он сам тоже является встроенным в ваше приложение, если вы его таким способом, как мы только что сделали, его deployed, то, соответственно, он тоже будет иметь доступ к вашей встроенной базе данных. И отсюда, то есть по помощи вот этой консоли, вы можете администрировать вашу встроенную базу данных, как будто бы она не встроена, что довольно удобно и прикольно. Ну, в общем-то, все. У меня все. Вопросы, пожелания, соображения, мысли, лучи ненависти. хотите, какой-нибудь пример, что ли, более такой, более насущный использование сервлетов? В общем, я создаю там свой веб-проект. Почему я хоть могу написать его тупо на сервлетах, и в каких случаях мне не стоит использовать сервлеты? Ну, если вы пишете обычный веб-проект, который просто отвечает на, то есть, ну, как там, как вы пишете на PHP, вы можете использовать сервлеты, в заключение того, что писать вот, да, как вот мы тут делали, писать сервлеты не очень удобно, потому что, ну, как вы понимаете, HTML-код писать вот так вот не очень. Вы можете использовать шаблонизатор, в этом случае сервлеты будут выступать у вас как контроллеры. Вы получаете данные, обращаетесь к каким-то этим самым ресурсам, которые вы там передали через вот этот метод к каким-то там моделям в базе данных или к чему-нибудь, потом отправляете их в шаблонизатор, например, отсюда, как мы это делали с феймаркером. Ну, и вот для этого вы сможете использовать сервлеты. То есть сервлеты такой аналог хендера с намеком на работу в качестве контроллера, но по сути он сам может формировать HTTP-ответы. Поэтому вы можете использовать сервлеты для всего, что вам угодно. Это такая немножко более высоковерневая альтернатива вот этим самым андартовским хендерам. А Spring он использует сервлеты? Да, он использует сервлеты. Я думаю, что даже в следующий раз, не знаю, в среду или в четверг, мы как раз поиспользуем Spring вместе с хендерами и сервлетами. вот, но свой этот MVC-шный фреймворк Spring он является настройкой над сервлетами, и под капотом у него сервлеты есть, но когда вы с ним работаете, вы сервлеты не видите. то есть вы вот этот А там есть контроллеры они и используют получается? Да, контроллеры являются настройками над сервлетами. Точнее говоря, я так подозреваю, что у Spring там просто есть один сервлет большой, который просто делегирует всю обработку каким-то там контроллером или чему там надо. Вот, но по сути дела там есть этот самый сервлет. Вот, и фишка в том, что в том же Spring ну и вообще во многих других фреймворках, которые используют под капотом сервлеты, очень много откуда вы можете получить вот этот самый HTTP сервлет request и что-то с ним там сделать. Например, если вам там нужно понять, с каким клиентом вы работаете или там какой браузер или какая операционная система у клиента. Очень часто в том же Spring вы там практически откуда угодно ну что вызвано HTTP запросы вы можете получить объект HTTP сервлет request и, соответственно, выяснить там кто запрашивает, с какого IP, с какого устройства, там мобильный, не мобильный и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в этом смысле полезно знать, что такое сервлет. Вот, но крутые фреймворки, они более высоковернивые. Ну даже вот то же самое GSP, которое только что было, оно все равно, оно настройки над сервлетами, но выглядит как шаблонизатор с возможностью писать в нем на Java. Там, как вы показали, он вроде генерировал аутпринты? Ну да, он там генерировал. Вот это вот. Ну а какая разница, что он там генерировал? Он генерировал и генерировал, его делал. Что, конкурентинации строк здесь нету, все, он аутрайт, все кошерно, все круто, то есть я думаю, что это даже не очень медленно, какого там особого оверхеда не создает. Так что, все равно это, в принципе, нормальная пирма, тоже как бы более высокового у него, чем Хендера, но не пределом читания. А, еще, кстати, могу как-нибудь, тоже что-то прошлый раз обсуждали, но так они пришли про этот, ВА1. Много желающих послушать? Ну, я бы послушал. Вроде, не один. У меня бы тоже. Ну, понятно. Вы шутневый, как это? Я только не был, ВА1 это какой-то, это аналог этого, джифта? Если я правильно понимаю. ГВТ, нет, это надстройка над ГВТ, на самом деле. То есть, это еще более высоковронивая хендерина, чем ГВТ. если я правильно понял, про что-то. То есть, для того, чтобы с ВА1 разговаривать лучше в ГВТ посмотреть? Нет. Собственно, ВА1 хорош тем, что вы можете использовать его, не знаю, что такое этот ГВТ, если я, если мы про одно и то же, да. В смысле, Google WebKit? Да, Google WebKit. ГВТ, которые имели, то, ну, не знаю, javascriptовый код, ну, в общем виде, из java. Да, собственно, ГВТ, это такая хитрая технология, которая позволяет писать код на java, потом, как бы, компилировать его в javascript и запускать на клиенте. Ну, в свое время, было очень круто и все от этого перлись, но потом все на это забили. Вот. А ВА1, это такая крутая технология, которая позволяет вам писать на сервер сайте, как вы писали бы на Qt, например, ну, как вы писали бы дистопные приложения, и просто из этого кода генерировать вам веб-интерфейсы. То есть, грубо говоря, вы пишете приложение, как вы пишете там на Qt, или там, не знаю там, на чем вы там обычно пишете, на свинге, или на чем-нибудь, а потом получаете просто отрендеренную HTML-страничку, типа, нажимаете на кнопочку, тот пользователь нажимает на кнопочку, у вас там на сервере происходит событие. Там, пользователь там делает текст, у вас на сервере произошло событие. И, и вы вообще не думаете про все эти шитики-реквесты, куки и прочее, прочее. Ну, в общем, довольно удобно. Ну, для некоторых задач. Для некоторых задач ни черта не удобно. Ну, я думаю, что в следующий раз, не знаю, правда, вам как больше нравится, всегда, или четверг? Мне больше нравится четверг. Про спринг. Ну, давайте в четверг, кстати, станет уже удобно. Ну, вот, как-то так. Ну, если еще каких-то вопросов нету, то предлагаю на этом завершить. Спасибо большое. А теперь во сколько? Ну, тоже в девять, я думаю. А, ну, у вас там девять, а у меня-то только восемь. Нет, хорошо. Хорошо. Я-то все свои дела завершаю. Ну, все, тогда всем спасибо, всем пока. Конечно. Да. Поехали.